13 февраля. Вот такое безобразие у нас творится. Льет, просто с крыши льет. Вот за утро тазы почти наполовину полные. Везде тряпками всю воду собираю. Крыша течет, дела нет. Расползается опять пятно. Вот до чего дошло с января месяца. Вот такое бездействие управляющей компании. Вести видеодневник Галина Мочалова, жительница дома номер 19, дробь 11, расположенного на улице Мира, начала от безысходности. Течь крыши принялась еще в марте прошлого года. Залило, был потоп немыслимый. Обои отошли, была протечка по прямой линии вторая комната, кухня. Заливало так, что мы выгребали несколько дней все. С тех пор оттепель женщина встречает с ведрами, тазами и тряпками. Ремонт давно износившейся крыши, который тогда пообещали сделать специалисты управляющей компании, так и не состоялся, подозревает Галина Мочалова. В конце января после обильного снегопада, как только отступил мороз, в ее квартире задождило. Эта неделя вообще кошмар, опять полило. Вот, пожалуйста, все тазы, два ведра даже я не вылила. Это вот у меня, да, первый день вот два ведра стоят. Это вот второй день, первый день до трех часов ночи я не спала, выжимала, отжимала тряпки, все это вот, воду собирала, потому что это было невозможно. Просто лило, просто. Вот видите, вот опять, как это начало, я уже опять боюсь, у меня все это уже на готове. Галина Мочалова устала бороться со стихией в одиночку. Ее возмущает медлительность и равнодушие, с которым специалисты управляющей компании относятся к проблеме. С 2001 года в безобразном состоянии крыши. Каждый год долбят ломами. Там уже она никакая, просто никакая. Ну, никаких мер, только одни общения. А что вы хотите? А у нас все дома текут. Эти слова, брошенные в адрес Галины Мочаловой, подозреваю, не преувеличение. Вот так встречает весну чита Новиковых. Они тоже жители исторической части города. Крыша дома номер 1, дробь 24, расположенного на улице Колпакова, дала течь весной прошлого года. Вот с 18-го обращались за лето. Ничего не произведено. Ни ремонт крыши, ни заделка мест протекания, ничего. В этом году погода поспешила. И копель хозяева этой квартиры услышали уже в январе. С Нового года уже раза три протекало. Мало того, что на кухне отвалились уже все и обои. Вот в углу здесь обои отошли. Плитки уже капать стало на люстру, что у нас дом старый, все перекрытия деревянные. И поэтому боимся электрического замыкания и пожара. Оттепель, особенно после обильного снегопада, теперь не любит не только Чита Новиковых, но и их соседи. Фактически весь дом при плюсовых температурах течет. Где-то повреждена кровля. Ну, она, так, видимо, совсем повреждена. Не где-то, а повсеместно. Повсеместно, да. Получается, надо что-то капитальное предпринимать. Интересно, согласны ли с этим утверждением в управляющей компании, обслуживающей эти пятиэтажки. Оказывается, да. Андрей Сидоров, главный инженер мупуправления заказчика, растолковал, что кровля на этих домах безнадежно устарела. Кровли данных домов выполнены из асбеццементных листов с карнизными свесами и зацикованной стали. Капитальный ремонт кровли выполнялся еще лет 15-18 назад. И уже значительно превышен нормативный срок эксплуатации этих кровель. Асбеццементный лист. А попросту шифер, да еще в таком почетном возрасте, капризный материал. Температурные качели, которыми славятся теперь зимы, разрушают его. Фальцевые соединения уже из-за воздействия льда, воды начали расходиться. Ну и плюс то, что сопряжение асбеццементного листа с оцинкованной сталью в зоне обледенения при удалении начинается разрушаться край асбеццементных листов. Выход один – положить новую, современную крышу. Они, как заверил Андрей Сидоров, не протекают. Вот только капремонт сегодня не в ведении управляющих компаний. Федеральный закон номер 66, который был выпущен в 2013 году. Основные принципы его капитальный ремонт проводятся региональным оператором. Основные принципы формирования плана долгосрочного, краткосрочного фонда капитального ремонта – это наличие протокола решения собственников. Если жители, пострадавших от талой воды домов до октября 2019-го соберут и примут решение капитально отремонтировать крышу, то, вероятно, в 2020 году будут встречать строителей. А до тех пор специалисты управляющей компании пообещали тщательнее латать прорехи. Надежда Трифонова, Денис Петров, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует...